знаешь даже как-то не помедитировал но ладно сегодня герой будет не в настроении он не медитировал сегодня у нас лада меч починин это уже хорошо и ремонт его его смотрели а наши наши вам так хорошо вас тут четверо а геральт один так не смотрите не смотрите у них у всех письки торчат фу они голубые все такие на вид скользкие маслом наверно мажутся и вообще я про тоже мерзко как с такими вообще дружить я вначале так вот тут были потом увидишь но вы же татуировки у героев есть некоторых почему либо ку нельзя прийти в салон набит татуху как бы то да 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 как бы то есть для техники я просто не могу сказать как спит асадово древо на свой путь от этого могут почему нет ага а лодка вот у года правильно как с фар край не помню как парка очень не знаю как там тоже в лодку нужно именно подойти к мотору полагич на хоть бы веслом подгребал чтобы ускоряться ой веслом подгребал он ведьмак он где фуф фух фуф это надо ам магию заюзать нет нельзя магию сиртпе он вот магии воздуха тхуууууууу в парус и все отливите его парус короче стоит и по середине Парус ухлечтел, но он в клочья сидит зашивает, рукодельная ведьма. А что ему, он не умеет зашивать, он это русалку поймал и заставил. А это было, как же это хрен отзывали, который выживает? По Discovery показывали, что такого, блин, никому. Которого крокодил сожрал? Да нет, он живой какой. Живой? Который этот, как его, блин, ну, все время там показывал, как там сожевать. Нет, 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 американец. Американец? Как змеи ловить, как их есть, короче, что свежевать и так далее, блин. Не, не помню. Ну, короче, в комментариях напишут, если помнят. А, и такого. У него было видео, как он, что ж он делал, подожди. Он нашел муравьиное гнездо. Сожрался яйца, да? Там, короче, самого откуда-то и такого доставал потихоньку. Ну, короче, делал плод с парусом. О, жесть. Из муравьев, да? Нет, 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 искрея у листики. Выдрессировал муравьев, они сложились все в пирамидку парусом, натянулись и ветром дуло. Они держали лапками друг друга. Искрея у листики, типа того, знаешь. А там, блин, такой, конечно, бред, блин, а? Ну, что поделать. Там суперклей, как минимум, можно было, и листья, блин, такие. Знаешь, можно было проще. Вышел на берег, насобирал пластиковых бутылок. Ой. Я почти на месте. Мне аж страшно стало. Когда я вызову тебя попозже? Сразу видно, мегафон-оператор. Я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься, мои жертвы. Ой, началось. Все, я тебе уже не верю. Женская интуиция. Чудесно. Еще бы логики сказала. Чему, да, женская. Ну да, мужики говорят, мне жопа рассказала. Короче, женщина женская интуиция. Жопой чую. Да, да, да. Женская интуиция. Я все говорю, это можно было сделать. Проще. Вышел на берег, насобирал пластиковых бутылок, связал их и поплыл. Там было тоже где-то про этот плод, по-моему. Не помню, где тоже где-то, то ли поискаре, то ли где-то показывали. Не, просто у нас люди уже так засрали всю природу, что эти пластиковые бутылки, это не проблема. Так, я к той башне плыву, нет? У нас, короче, это когда я на дачу езжу, есть гора. По пути, когда ты на дачу едешь. Холм такой, не гора, холм. Этот холм сейчас, ну, выглядит, ну, как обыкновенный холм. Знаешь, такой вот, там, песок или еще что-то. Три года назад этот холм был такой, это был мусор. То есть, это такое, лет через сто там уже деревья будут расти, короче, и народ хрен догадается, что это такое. Вы, ну, на жиле этого холма, и так находится мусор и так далее, все. У нас есть такая вещь, точнее, раньше была, как Золотая гора. И что такое? Это свалка. Ну, вот, я говорю, это вот такая вот лень. Да, это была такая здоровенная гора, но там постоянно бомжи жили и назвали Золотой горой, потому что там, по сути, куча всего. А, ну, понятно, это есть фильм, а, бразильский, свалка называется, там, короче, прям, где свалка, и такой, рядом город находится бомжей, они там со свалки все собирают, и вот они нашли кошелек. Да, это любой постапокалиптический фильм. Угу. Там, где все в жопе живут. Это что за варвары ходят? Гнилец? Ой, это вот эти взрывающиеся, которые... Там, по-моему, кого-то насилуют. Не надо им помогать. А, тебе надо тут, блин. Не подплывай, лодку поломаешь. Они не любят лодку. Ты можешь лодку о берег поломать. А. Кто там кричит? Да люди кто. Ты будешь вылазить, нет? Прыгнуть. Это бомбочка, да? Разойдись. Гераль, ты уже на острове? Ага. Синавок сработает? Слышь, же женщина. Не слышу. Ну, я бы сломалась. У меня не справилась от этой флаги. Ай. Ты что делаешь-то? Ты гонишь? Я развлекаюсь. О, я, он взрыл. Не взрывайся. Ай-яй-яй. Да, и так разную сторону там, что-то туда шмёт. Фикольно. Ух ты, шкура, кровь. А кошелёк? Хе-хе. Как так? Слышь? А где кошельки? Где все деньги? Кто кричал? Звал на помощь. Трава. Трава? Мужским голосом. Да, да, да. Ай-яй, что за гора? Полный мусор. Ну, да. Ладно. Наши приключения только начинаются. Да, кстати, они что-то начинаются. По идее, мы и третье, что не прошли. Блин. Тут по стелсу нельзя подкрасться. Наверное, можно. О, пещера. Ух ты, херь. Вообще хрень. О, грибочки. Тут реально, что ли, больше ничего нет? Да нету. Это буль-буль-буль. А я уж потом, блин, опять что-то пропустил ценное. Мне что-то не казалось, по-богу. О, рука оторвалась. А ты так можешь? Вот, синий язык утопца. Угу. Для чего он ему нужно? Вон бревно валяется. Здрасьте. Привет. Хе-хе-хе-хе. А, нельзя его залутать. Нет, тут реально, что ли, больше ничего нету? Кто-то же кричал, звал, звал на помощь. Во. А, нет. Вот хрень какая-то. Нет, это коробочка. Контакт не вырубил, пишут. Пишут, настойчиво пишут. Дангард, давай стрим, да? Ну, типа того. Не, это подло. Не надо так делать. Чё ты? Ну, блин, тут есть вкратце прилагают. Знаешь, что такое? А сделайте видеомонтаж, что мы в серии такого, где вы делаете такой текст, нам скажете, подписывайтесь на канал. Здесь самые лучшие совместные видеопрохождения, стримы, обзоры, развлекательные проекты и конкурсы. Знаешь, я вот твоё представление, знаешь, и на фоне такие взрывы, знаешь, как-то так вот видите. Попугай бежит там, взрывы. Взрыв всё делает круче. Да. Вообще, я хочу вот реального сердца, блин, сейчас в этот Багамать, в Battlefield, побольше монтарики поделать, да? Да и вообще, на самом деле, что-то в эти дни поиграл, однокнопочные игры как-то надоедает. Ну, неделя хочется. Неделя однокнопочных шутеров. Ну, вот Ведьмак, я считаю, что он всё-таки в какой-то степени... Ну, по большей части, да. Начинается быть однокнопочным, потому что... Преедается. Да-да-да-да, как Бэтмен, короче, знаешь, это боёвка Бэтмена... Я бы сказал, как Бладборн. Нет, Бладборн всё-таки там... Бэтмен ещё как-то можно разнообразить, там комбо различные и прочее появляются. Ну, всё равно Бэтмен не нажимаешь, вот знаешь, и такой квадратик, и всё, и право-влево-влево. Нет, иногда нужно и треугольник нажимать, не забывай. И вот это прям, знаешь, такое, дай там ребёнку трёхлетнему, блин, это такое. Но пока жиры берёшься, и будет проходить Бэтмена, короче. Ну, как-то это немножко выбесило, и захотел поиграть в шутеры, где реально нужно как-то скилл. Поиграл вчера в шутеры. Шутеры — это однокнопочные. Левую кнопку нажимаешь, стреляешь. Ну да, только там надо всё-таки, ну, как-то думыбельный такой, и уклоняешься, и бегать. Ну, что делать, блин? Уклоняться в шутере, ты сказал, ну... Прятаться, прятаться — это да. Уклоняться. Батя не надо, бобрый такой, тут козел один вовремя прыгнул на землю и хэдшот не поставил. Уклонился. Куда ты полез? Опа, выход силой. Ну. Стоитовремик, мэн, блин, да? О, жемчужина. Тут хату летнюю чью-то разнесли. Он застрял. Всё, он вылез. Все дома бегаешь, а? Я застрял. Вот, что проблема у Геральта такая? Вот, правильно, Геннадий. Не пускай у тебя быть дома. Вот. Прибирал, блин, а. Тссс, кто-то идёт. Угу. Никого нет дома. Слушай, их много. Ладно, я ведь всё-таки ведьмак. Ааа, вы меня не найдёте. Во. Ничего нету. Тут мухи летают. Угу. Говно где-то, значит. Я в тот раз, да. Я в тот раз же ведь лазил, лазил и нашёл потайной проход с кучей сундуков, так что не надо мне тут говорить, что я бесполезно посещаю дома. А потом ты проходил и... Зашёл в эти дома и собрал лут. Я уверен в этом. Не, не мало. Хе-хе-хе. Аааа, твой, видал, и он залез. А твой Геральт так может? Хе-хе-хе. Ой. Этих и не убивай, блин. Тут, между прочим, всё заплудился. Вон сундук. Ой. Гуля. Девятая зелёненькая. Жуть. Молодше, стой. Ай. Тут их много. Меньше стало. Ай-яй-яй. Двое. Ага, застрял. Всё, видал, как я всех разрубил? Это скилл ведьмачий. А ты слышал, суди, скандал по поводу того, что это, ну, забанили, не, забанили какого-то чувака, блин, то ли в Call of Duty, не, не в Call of Duty, а свои сироки на этом же, на батле, да, батле, значит. Забанили чувака, короче, который выложил там в своё видео, ну, этого боя, за что его забанили на сироке. Там, короче, чувак очень-очень хорошо играл. Ага. Он до такой степени хорошо играл, что у него такой счёт был, ой, что у него счёт был 105 на 0. Как тебе? Чё-то дофига. Он на танке просто ездил. А-а-а. Просто и так, он с чуваком, с другом, и так ездил на танке, и всех и так мочил просто направо-налево. Ага. Кто-то ему отвечает, типа, ну, типа, ни хрена, посмотрите, ну, посмотрите мой канал, и так, ютуб-канал, куда я выкладываю всё. Я, типа, ну, я просто хороший танкист. И опять там начинают голосование за изгнание. Ну, там он говорит, что, ну, ни хрена, ну, посмотрите, пожалуйста, там, я, типа, ну, не читал. Попробуем светильник. О. Давай подпробуем светильник. Сейчас даю, даю, что там расскажу. Всем выйти из умрака. Ну, чё там, прервал. Да, ё-моё. Не двигайся. Ага. Где его? Он сидит тебе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомёк, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их! 50 экспо. За что? Вообще на ровном месте. Так вот, что дальше такое. Ну, короче, забанили, проголосовали люди, короче, его забанили на этом серваке, а? Ага. Чувак упорный, ну, чё-то, и, так, уперся, и, говорит, это его уже достало. Который раз это происходит, и, так, он написал Dyson. Ага. Знаешь, чё ему ответ? Тут, ну, прям, это, правда, геи, вроде бы, того чувака тоже там наказали после этого. Кто-то и не из Dyson, говорит, геи, и ответил то, что... Я такой, если люди считают то, что вы мешаете им комфортно играть, а не в плане вас забанить. А-а-а. Вот так, прям, вот просто, да? А-а-а. То есть, человек, за счёт того, что он хорошо играет и с ним в игру, Да. Павлили, так, о-о-о, ну, и так вот, должен быть забанен, так, он подогает выше среднего уровня. Ну, это вот просто, знаешь, бипец какой-то, а? Согласен. А чувак реально так хорошо играл, мне так понравилось, так обдумано всё, ну, то есть, ну, реально, просто охрененно играет. Ну, это реально такой ответ вообще глидовый. Типа, ну, вы такой комфортно играете. Ну, вообще, это вина, на самом деле, дайсов тогда, если, братья, открыто. Потому что, если они такой позиции придерживаются, то они должны делать так, чтобы скилловые игроки играли со скилловыми. Ну, да. А вот краснубы с нубами, вот, ну, как бы. Типа, по уровню КД отсеивалось. Да, 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 по КД, как бы, типа ММР, там, да, рейтинговые, ну, то есть, Тур-3, в этом, ну, всё равно, вот, если уже брать хотя бы пример. Как-то, а то, блин, кидают, действительно, и так, и в пабликах, и к ракам, и к этому, кинскиллом, чувакам. А потом, это, гуще, и баннер за это на все раки. Ну, очень красавцы. А потом, раки начинают жаловаться. Ну, это, помню, в World of Warcraft такая фигня была, что на PvP кто-то не мог играть, потому что его постоянно убивают. Да, да, да. И он звонит, это даже видео, по-моему, на Ютубе есть, там, американец какой-то, или кто, или немец, не знаю, он звонит в Blizzard в техподдержку и жалуется, что его убивают на PvP. А, и, короче, это была история, когда мы ещё играли в World of Warcraft 2. Это русские серваки были, было два сервера, PvP и PvE. Больше русских серваков, в принципе, тогда не было, когда вот мы играли на World of Warcraft 2. А, в чём было дело, то что мы были, короче, было два топовых клана. Ад-клан, где я состоял, и Эльвенти, где вот, ну, противоборствующий клан. Мы играли за изгоев, раз, ну, как не раз, а в сторону, то есть мы могли бить кого угодно, у нас при PvP было. Боже, сколько мёртвых. И мы боролись, да? Сейчас, да, река. Про крыс говорит. Ага. Ну, правильно, правильно, надо постигаться. Ну, иначе говоря, такой был момент, когда мы сражались за одного босса крупного, да? И как это было, делая такой? Это был Outdoor босс. Он был еще такой Outdoor, да? Нет. Это когда босс находится не в инсте каком-то, а прямо в процессе. А, ну, да, это в линейке так постоянно было. То есть, кто первый успел, а потом приходят вторые и начинают отбивать, убивать группу, чтобы забрать босса. И прикол-то в чём? Первый, кто убивает этого босса на сервере, получает с него мифический предмет. Он ничего такого не даёт имба, но он очень крутые эффекты заклинаний даёт. Ну, что, по пантоварсу. Конечно же, мы хотели, чтобы это у нас было. И мы друг другу мешали. И в какой-то прекрасный момент, короче, на нации вся гильдия Эльвенти написала жалобу. И модераторы сервака ГМ, ГМ или как-то не помню такого. Даже не подумав, короче, взяли и забанили нашего рейд-лидера, нашего главного танка МТ. Короче, и что там порой такой чуваков? Угу. Погоди, я посмотрю. Угу. Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Так кто тут стучит, блин, а? Никакой в нём важности не осталось. Слишком быстро его убили. Занято. Пускай бы сперва помучался. Так это ещё не всё. У него сыновья остались. Питочка. Пойдём наверх. Вот, видимо, из грабителей пришли такую-то хрень башню. Ещё и... Вызнеси нахрен эту дверь, убей, блин, кто там вот достал. Нет, самое интересное, что дверь гуляет. Вот, видимо, типа духов каких-то тоже. Да, но сказали сходить наверх. Ну вот, короче, нас забанили. Ага. Ну, конечно, там потом такой скандал на Сирваке поднялся. То есть весь форум там и такого. Дошло до того, что наш ГМ написал директору Акеллы, который поддерживали всё дело. Ага. И прикинь, с того, что нас сначала забанили. Эти чуваки убили, короче, этого босса, взяли себе, короче. Ну, мы демотивированы были до жути. Потом Сирвак на два дня назад откатили. Прикинь, каково было людям, которые вообще в этом никакого отношения не были к игре. Да-да-да, они просто играли сами по себе. Да-да-да-да, качались там, выбивали, фармили. А там желудок рандомно падает. Да-да-да. И те, кто выбили что-то интересное, вкусное, они это потеряли. Там такой срач вот вам было. Акелли это припоминают до сих пор, короче, люди. Аннабелли, не начинай! Займись мушевышеванием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахам! Господин мой, мужики ворвались в башню! Хотят вашу дочь. Так почему я себе рассказываю? Потому что, знаешь, это Тор один из тех самых примеров, когда какие-то, извините, удаки на букву М не могли нормально справиться и воспользовались баном. А другие удаки из компании, которая обслуживала сервера, взяли, да, короче, не разобравшись во всем, короче, сделали действия какие-то. А с другой стороны, они не стали заморачиваться просто и решили решить все таким способом. Ну да, бан, типа, был, знаешь, мы мешали этот комфортный... Нет, я про откат. Да-да-да-да-да, ну про откат, да, ну а что еще было делать? Это две топовые гильдии, которые на все тащили весь сервер. Наша гильдия была первой в мире, которая убила аватара бога. Ой, аватара этого какого, бога войны в мире. То есть это было нехило, блин. Я просто помню сам на пиратке как-то... Ой, чуть не упал. Играл на пиратке, не помню, я в линейку давно-давно играл. И там была гильдия очень мощная. Ну я частенько переписывался с лидером. То есть он спокойно бегал, покашел. Потому что половина сервера принадлежала этой гильдии. И если этого чувака забанят, то вся гильдия свалит. Столько золота! Не, а так и было бы на самом деле. У нас тоже то, что почему они... Аж странно, что они растащили. Столько времени после смерти барина. Это, видимо, ушел, пришел недавно такая. Есть тут кто? Он тоже умер. Ты кто? Ты кто? Призраки. Ага. И вот, значит, там была, по-моему, в линейке потом ввели свадьбу. И как бы всех пригласили на это событие. И сказали, типа, гемы, кто будет покашить на свадьбе, тому бан. Вон, идет свадьба, прибегает этот лидер этой гильдии, убивает жену, убивает мужа. Ну, там все в праздничной одежде, они слабые, без оружия. Гостей всех перехерачил и убежал. Конечно же не забанили. Нет, конечно. Я что-то... Ну, мне как рассказали про эту фигню, я ему смотрю в онлайне. Нет, ты, ты уже дошел до лаборатории наверху башни. Я на последнем этаже, но лаборатория здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Удяяльно, как будто по телефону говорит, так звучит прикольно. Да, и вот я с ним, как бы, пиши ему. Там же, говорю, это искали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Типа, предупреждение же было, что нельзя покашить и так далее. Он говорит, да мне фиолетово, говорит, за мной полсервера стоит. Да, да. Говорит, меня забанят и все. И никто играет. Удем на другой сервер. Да, удем на другой сервер и все. У нас такая же позиция была. Мы написали там это, по-новому, директору, когда наш ГМ писал. Он говорит, и с такой не решится, таком мы просто-напросто и так уходим на американские сервера или европейские. И бы я такой и будем призывать всех и такой людей, которые хотят присоединиться к нашей гилье. Поверьте, таких множеств. В Варкрафте, помню, из-за того, что меня выгнали с гильдии, которую я с самого начала, можно сказать, со второго дня ее существования просто тащил. Нас там три человека ее поднимали. Вот, мы ее прокачали. То есть, нас каждый участник знал. Все хорошо относились. И появилось какое-то непонятное новое существо, с которым, в общем, плохо контактировали. Там какая-то толстая баба была уже за 40 лет. Вот, короче, высокого все мнения. А лидерами у нас были пара, парень с девушкой. И они начали с ней, как бы, контактировать. А я не очень. И один раз я ответил. И она обиделась и свалила из гильдии. И мне начали возмущение писать, то есть, о лидерах гильдии. Я написал, ну, говорю, она меня бесит, выбирайте либо она, либо я. Меня выгнали из гильдии, и после этого гильдия развалилась. Ну, да-да-да, сейчас бывает, когда, знаешь, уходишь в сторожилы гильдии. Да. И после этого все начинают размигаться. То есть, есть к тебе уважение, а без тебя уже гильдия не та получается. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Не надо меня бояться. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Вот так все говорят. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Во-во. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александр. Я плохо его знала. Шурик. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Не, не знаю. Все умерли. Целые горы трупов. А я все равно одна. Совсем одна. Крысы. Все меня просили. Даже тот, кто клялся мне вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Вот так вот. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне. Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помнишь, я только что боялась его пить. Яд? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их Катрионой. Катрионой, да? Это только слухи, конечно. Но мне было так страшно. Что за Катриона? Я услышала голос моего возлюбленного брата. Чума, видимо, их нею. Он звал меня. Я открыла. Но за ним вошли другие. Они набросились на меня. И... 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 И чё? Ну-ка. Почему твой любимый тебя не защитил? Он хотел любить. Их было слишком много. Он кричал, чтобы они оставили меня. Но они только смеялись. Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье. Хватали меня за руки. Я вырвалась. Выпила эликсир. А потом... Не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было. Только крысы. Десятки. Сотни крыс. А я... Я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир. Он ещё не перестал действовать. Ты была парализована. И крысы съели. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. А. Вкусно. А вы разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Как фильм называется, а? Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашёл в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище. Совсем недавно. В подвале на России. Кто ещё живёт в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовища, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучать. Угу. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рождённое ненавистью. Преодолеть её может только сила любви, но... Кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Весь. Я думаю, что... Блин, хотел сказать, ладно. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чём ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Неа. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров, тебе будет достаточно простить Грахама. Я... Любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет на том, что... Женщина. Да. Как ты меня бесишь. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с нами. Сделаешь это для меня. А у меня разве есть выбор? Чё, я тебе не верю? Ну, вообще, женщинам верить нельзя. Ну, хорошо. Я поговорю с Грахом. Где его найти? Он живет в деревушке на берегу озера. Но вдруг он забыл обо мне. Да, он спит с другой. Если он тебя любил, то наверняка захочет тебе помочь. Я бы сказал так. Он говорил, что всегда будет меня любить. Он говорит, не дай жениться. Поспеши, прошу тебя. Да. А, как всё сложно. Знаешь, что я хотел сказать? Я думаю, на это, наверное, надо будет и закончить серию. Но, напоследок, вот это, как его крыс убили. Тебе никакой фильм не напоминает? Помнишь фильм «Законопослужный гражданин»? Да, помню. Как он тоже еще вакан накачал наркотой, чтобы тот все видел, все чувствовал, но не мог ничего говорить. Да, да, да. Кстати, фильм прикольный, один из моих любимых, наверное. Ну, мне финал не понравился, на самом деле. Ну, финал, да, да, да. Он слит просто. Да, да, да. Вообще, очень прикольный. Фильм, фильм отличный. И вот ты, Жаред Батлер, отыграл просто замечательно. Знаешь, сначала такую папаша, который, ну, блин, там, ну, не папаша, а муж, ты папаша, да? Да, да. Вообще, идеальный такой семьянин. А потом, когда все потерял, пошел просто выносить всех. Не свалиться бы. Керальт, я в тебя верю. Че, ради этого я шел по краю. Смотри, а там еще есть выступы? Нет. Есть, маленький. Блин. Не надо, не надо, не надо, я по нему ходил. И че? Че, че, умер? Там нет ничего. Понятно. Ну что, в следующей серии мы... Отнесем труп. О. Их просто держали в клетках до конца. Вот, сука, длинная смерть. Ну, они хоть не в толчке умерли, так что... Нормально. Да, мы заглянем в подвал, наверное, и сходим, мы нещем останки, да? Да. Да, но это все будет расследующий. Интересно, в подвале нас ждет. Кто там скучал? Да. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Увидимся в подвале.